Всем привет! Сегодня 5 мая, и я вышла погулять по Казани. Я сейчас иду по улице Пушкина, кстати, памятник ему. Вся улица позади меня. А я иду посмотреть, что же в Казани происходит. Всё дело в том, что, первое, сейчас весна, Казань расцветает, и вот такая нежная зелень на деревьях появляется. Травка зелёная, ещё совсем не пыльная. Это очень приятно видеть. А ещё тюльпаны. Я обожаю эти цветы. Сегодня, кстати, купила себе букет, съездила на рынок, и у бабульки купила 15 тюльпанов. Вот таких здоровенных, крупных. Очень красиво они у меня стоят дома. Но я знаю, что в Казани очень много мест, где тюльпаны растут. Я поехала посмотреть. Ну, заодно посмотреть, как же Казань готовится к событиям БРИКС. 11-12 июня у нас стартуют соревнования спортивные, игры БРИКС, куда съедется несколько представителей нескольких видов спорта и очень многих стран. Город готовится. Город весь в ремонте, просто весь в ремонте. И те, кто приезжали на Майске, наверное, видели, что очень много достопримечательностей, мест, которые нужно посетить, они все ремонтируются. Я приехала на площадь Свободы. Это первое место, где всегда очень много тюльпанов. И, конечно же, и в этом году они здесь есть. Но, посмотрите, с одной стороны фасад ремонтируют, с другой стороны здания фасад тоже ремонтируют. Ну и нужно успеть все это отремонтировать к середине июня. А сам саммит БРИКС, по-моему, в октябре будет. Вот, кстати, я сейчас на площади Свободы. Можно сориентироваться по памятнику Ленину. Он у нас здесь стоит. Ну и я сейчас от него пойду показывать вам, что и как здесь обстоят дела с ремонтами, где можно пофотографироваться, где можно что красивое посмотреть. Кстати, на своей странице в сети ВКонтакте я выкладывала маршруты на два дня. Вот кто приезжает, буквально на день, на два, могут воспользоваться таким гидом. А куда бы быстренько за два дня сходить, основные места посмотреть. И вот есть там и маршрут до площади Свободы. Я его включила просто потому, что здесь всегда очень красиво. И еще и потому, что не всегда сюда нить приходят. В основном первое, куда идут, это Кремль, Кремлевская набережная, пешеходная улица Баумана, Петербургская, озеро Кабан. Это все находится рядом. А вот сюда доходят редко. Я решила сегодня показать вам, а как же здесь все выглядит. Ну и сейчас мы с вами приближаемся к пешеходному переходу, на котором я уже снимать не буду в целях безопасности. Ну а вам еще покажу порцию тюльпанов. Вот такая красота. Когда они отцветут, здесь высадят другие цветы. Тоже будет очень красиво. А я иду показать вам очень красивое место. Я подошла к зданию правительства республики Татарстан. А это уже ближе к реке, поэтому ветер. Если вы собираетесь в Казань, то обязательно учтите, что здесь очень часто бывает сильный ветер. И даже сейчас плюс 12. Я, кстати, выбрала сегодняшний день только лишь потому, что до этого неделя была очень холодная. И с завтрашнего дня снова плюс 6. В общем, единственный день, когда можно в относительном тепле погулять. Но ветер портит все. Даже надул тучки, когда с утра было солнышко. Но в солнечную погоду мне уже не повезло погулять. Но ничего страшного. Смотрите, позади меня площадь Свободы, вот оттуда я пришла. Здесь правительство. И я могу войти хоть слева, хоть с правой стороны. Но я буду обходить слевой, чтобы привести вас туда, куда я задумала. Вы не теряли ориентир. Мы стояли сначала перед этим зданием. Теперь я его обошла с левой стороны. Слева от меня федеральная налоговая служба. А еще левее вот эти красивые здания, про которые меня периодически спрашивают. Марина, а где они находятся? Вот они находятся в центре Казани. Посмотрите, какая красота. И здесь за ним открывается очень красивый вид. И вот так очень красиво здесь сфотографироваться можно. Здесь ограничено движение, поэтому практически всегда тишина. Рядом с правительством здания Государственной Республики Татарстана. То есть тут такое место очень важное. Тогда иду поближе. Вот, кстати, в этом здании вот здесь находится кафе Вьетнам. Приблизивая между машин, кругляшок, мы здесь, бывало вкусно, кушали вьетнамскую кухню. Он полностью находится. Купенши. Вьетнамская кухня. Купенши. 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 Обязательно здесь прогуляйтесь, фотографии, которые вы здесь делаете, конечно, будут очень-очень красивыми. Здесь небольшой сквер, и если мы через него пройдем, сейчас перед нами откроется Национальная библиотека Республики Татарстан. Вот цвета кирпича здания за домом, буквально несколько метров, и мы окажемся на территории Национальной библиотеки. Я обязательно зайду, покажу, и покажу вид, чему я сюда рекомендую. Потому что здесь очень красиво и пофотографироваться, и увидеть Казань с высоты, потому что это будет панорамный вид на реку Казанка, на новую часть города. Я думаю, что вам однозначно понравится здесь просто прогуляться. Каких-то здесь, ну, таких достопримечательностей, конечно, нет. Это вот, естественно, все новостройки. Исторического здесь мало. И всегда здесь выскошные органы Министерства финансов Республики Татарстан. Все на одном виточке здесь расположено. И сейчас мы уже все подошли, смотрите. Вот она, Национальная библиотека. Я, кстати, здесь беру книги почитать. И мама моя, мы вместе приходим, берем книги. Очень удобно, очень классно. Просто эта библиотека совершенно другого уровня. Хотя и в старой библиотеке очень приятно приходить. Я вот в детскую хожу, где ребенка книги брать. Там своя атмосфера. Ну, а здесь просто все современно. Здесь можно посидеть, попить кофе. Есть читальный зал классный. Есть места, где можно поработать с ноутбуком. Ну, сейчас быстренько вам и это покажу. Это выезд с подземной парковки. Около библиотеки есть подземная парковка. А въезд на нее вот с этой стоянки. Я сейчас попробую приблизить. Вдруг вы на машине, вот шлагбаум, туда заезжаешь. 60 рублей в час. Бесплатного времени нет. Так что здесь есть, где запарковаться. И недорогая парковка. Вход в национальную библиотеку только с этой стороны. А вообще, конечно, как мне казалось, логично. С другой, где шикарнейший вид. Сейчас мы зайдем. Я внутри. И обычно вот эти буквы работают. Они в рандомном парадке. Поднимаются, опускаются вверх, светятся. И сегодня мне не повезло показать вам, как это все работает. И вот, что, по моему мнению, должно быть центральным входом. Но это не центральный вход. Мы сейчас эту панораму с вами увидим с улицы. Очень красиво. В здании есть кафе. Много разных залов, гардероб, информационная стойка. Все очень современное и красивое. И вот такой вид открывается от национальной библиотеки. Кстати, в этом месте находится сквер Фукса. У нас сейчас на реконструкции. Собственно, и вот эта площадка здесь будет. Детский парк. Очень красивое будет место. Очень интересное для детей. Ждем. В этом году уже, говорят, будет открытие. А вообще, вы уже видите Кремлевскую набережную. Она достаточно потяженная. И упирается в парк Урам. Это экстремор. И он находится вот здесь. Обратите внимание, мы рассмотрим сейчас с вами на восстановление. Это, кстати, тоже сейчас на реконструкции. Это только одна полоса. И по ней движение острова. В прошлом году мы было направление отремонтировано восстановлением. В 2024-м поступила очередь встречного направления. Ну, сейчас я вижу там все свободно. В машину спокойно еду. А у нас вид открывается на бывшую указание арену. Сейчас одна в курсе. И рядом с ней дворец мобильных видов спорта. Бассейн. Шикарнейший бассейн, в котором мы также будем проходить соревнования на Играм Прикс. Я обязательно пойду смотреть плавание. Ну, а я иду вдоль стены. Национальной библиотеки. И перед нами вид на реку Казанка. И новый район. Новосавиновский, Новосавиновский, кто как его называет. И хорошо бы, конечно, посмотреть на него вечером, когда здесь включается иллюминация. Все дома очень красиво подсвечены. И дальше в перспективе тоже очень красиво подсвечены дома будут. Ну, когда будет темно. Сейчас я просто покажу на этот вид. Очень приближаю. Посмотрите, кстати, чаша. ЗАГС чаша. Сейчас очень далеко от нас. Вот если один к одному смотреть, то это вот так. Ну, и, конечно же, Кремлевская набережная. Можно и в Национальную библиотеку прийти через Кремлевскую набережную. Потому что вот здесь лестница. Под низ спускаешься. Достаточно высокая лестница. На библиотеке как мы сами стоим. И можно прийти там и аттракционы, и кафе. В конце апреля, 28 числа, уже открыли набережную в летнем варианте. Кто приезжал чуть раньше, не застали. А сейчас уже, говорят, все работает. Но у меня сегодня в планах нет на нее пойти. Вот так, свежо, зелено. Листва еще не запыленные. Здесь, кстати, посмотрите, лестница. Листва можно купить. И планируется, что, в принципе, вся территория просто не должна быть использована. Используют вот какие-то объекты, где можно отдохнуть всей семьей. Я в Англице Пушкина сняла и иду на Баумана. И здесь тоже все в ремонте. Не так, конечно, масштабно, как на Баумана. Было еще две недели назад, когда я там была. Смотрите, какая красивая лестница. Нежная зелень. Молоденькие листочки, они такие мягкие. Здесь, на самом деле, все рядом. И Кремль рядом, и пешеходная улица. Я называю локации, название мест. А вы уже сориентируетесь по картам. Улица старинная, красивая. И очень интересно застроено. Посмотрите, здесь мы идем на возвышении. Видите, да, мы с горочки сейчас скатываемся. И раз из них у меня как построены добы. Но когда впервые сюда приехали, еще я не жила здесь. Меня, конечно, вот это вот все очень удивило. Такое напряжение, разные уровни. Я как туда попасть. Конечно, туда есть как-то попасть в пути. Но поначалу окна, да, очевидно. Здесь еще один сквер. Пройдя через Кадыр, кстати, вот направо туда, мы придем к парку Черное озеро. А здесь снова тюльпаны и памятник Бутлерову. Очень красиво. Какие-то будут видать цветы. О, я вот такие крупные сегодня, тем папа. Реставрирую фасад в Ордане. Красивая архитектура. И вот, смотрите, вот оно это. Когда одно здание здесь, другое в нескольких метрах. Решит построено. Я приближаюсь к улице Буарна, пешеходная. И уже открывается вид на торговое центре Кольцо. Кашенко. Вот это, это уже улица Петербургская. На этой улице много кафе, если идти по той стороне. Но здесь сейчас тоже начнутся. Вот, посмотрите, прям стена, как у Кремля. Жилые дома. Ну, как мне кажется, жилые. Хотя я не уверена. Точно не знаю. В общем, город снова готовят. И так все красиво. Делают еще красивее. Пятейный дом. Жизнь март. Вот сюда зайду сейчас. Вот я и пришла к Балмана. Становится все холоднее и холоднее с каждой минуты. И я замерзла уже как. Не знаю кто. Торговый центр Кольцо. Не надо же. Субтитры сделал DimaTorzok. Почу сомали дичь. Внутри очень много маленьких девочек, а на втором этаже есть только кафе Турсковой не может быть. Это отель Желядный. Смотрите, машинка, с которой все фотографируются, с тюбетейкой татарской. Набаунено очень много магазинов. Куча-куча сувенирами. И вот это тоже очень частая тема, вот такие вот машины-безлучители. Кстати, вот эта вот старая проломная аптека, обязательно зайдите внутрь. Там есть пара кафе Турсковой гора. Какие-то аптекарские штыки старинные. Интересно посмотреть, там просто аптека и есть такой уголочек музей. Сейчас перейдем, я еще немножко вам покажу улицы. Посмотрим, сколько уже отремонтировано. Здесь в самом начале все как было, так и есть. А дальше полностью была снята плитка, монтированы инструкции какие-то. И там детишки фоткаются. Яйца динозавров. Здесь он конкретно рисует. И уличные художники развлекают людей. Он потом пошел, пишет картины. А вы что-то понедленно на тромбонник шелкнули. Казачок на тромбонник? Да, барабанчик. Красивое здание. Сюда наверх можно подняться, кстати. Внутри по узкой лестнице, имейте в виду. Высоко очень поднимаются. Вот они, эти современные лавки. Одна за другой. Я, кстати, до прошлого года даже не была ни в одной. Вот тут есть. Сейчас даже. Это линевинка. Это линевинка и просто-просто море. Туристов очень много. Кафе уже открывают летники. А может быть, как мне кажется. Ха-ха-ха. Здесь только замечательно стремится по-моему. Шарманщик. А это здание Центрального банка. Сюда же стоит. Сейчас я пошел. Я прохожу. У нас посмотрите на фасадах. Под краской. Их не все. Скорее, она всего не вылезает. Это грязно. И сейчас по-моему, они прямо под ноги упал. Это вот тут вот, неплохо. Спасибо. Вам здесь экскурсию предложат. Еще одно вьетнамское кафе сайгун. Тоже, кстати, тут неплохо. Большие порции. Я люблю здесь перекусывать периодически. Даже, наверное, сейчас заберу. Потому что я очень замерзла. Я как бы даже проголодалась. Вот опять, смотрите, сувениры, серебро, столовая. А вот прямо перед нами уже знаменитый на всю Россию дом впечатлений. Это то место, где как в Дубае построили. Внутри декорации зеркальные, очень красивые. Кто-то не видел русы. Не знаю, нужно ли их найти. Можно, наверное, на YouTube даже найти. Смотреть, как там внутри. Стоимость билетов была 3000 рублей. Для взрослого. Для ребенка, по-моему, после или тоже 3. Ну, в какой-то момент они снизили цены, но я так и не сходила. Вот там дворец впечатлений. Не дом, а дворец впечатлений. Вот приглашают, стоят люди. До Mosin. Ладно, и сейчас. Когда мы останемся друзьями, огни. Да. Перейди да вселен. И я хочу поговорить к тебе, новое шоу ваرضу. constellationstar на снискулайнер. Да. Но здесь живет в снискалайнер. Ладно, я сейчас из небольших наих 190言. Как пример руль... Так вот 토� ciao programmes! Тем временем здесь уже поменяли плитку. И мы идем по-новому, по крутию остатки того, что здесь служило ограждение. Еще не закрыли колодец. Слушайте, на двери недели назад здесь все было снято. И мы ходили вот по этой стороне, вот по этой узкой дорожке в два направления. Здесь, конечно, было не протолкнуться. А сейчас уже все, смотрите, как быстро все сработали, сделали. О, сколько не закрытых колодцев. Вот здесь зимой было очень красиво все украшено. У меня красивые фотографии есть. Здесь еще доделывают ливню. Все потихонечку доделывают. Точнее, не потихонечку, а очень быстро все сделали. Мне кажется, здесь все силы были брошены на то, чтобы поскорее все исправить, отремонтировать. Тут знаменитый конь. Антиалкогольный музей с дегустацией. Поняли, да, идею? Тоже все ремонтировали. Мне кажется, что посадки здесь будут ремонтировать. Очень пыльно. Я почему и не выходила очень долго в город, потому что пыль кругом попадала. Из-за вот этих ремонтов мы сейчас подходим. Здесь очень-очень хуже. Видите, какой-то песок мелкий и вообще все поднимают вверх. Но это скоро закончится. Июня точно закончится. Знаменитая карета, на которой, кстати, я тоже фотографировалась, когда еще не жила. А с тех пор больше ни разу к ней не подходила только вот так мимо. Впереди какая-нибудь туса. Смело, чатерс. А тут очень пытаются. Но тут вот с баубями предлагаю сфортиться. За деньги, конечно. Смотрите, что там происходит. Смотрите, что там происходит. Вот здесь, кстати, очень приличное место. Сыроварный ресторан. Ну, сейчас тут прям мега неприятно. Очень пыльно. Казанский кот немножко переехал. Смотрите, где я иду. Все разобрано. Он был вот здесь поближе, а теперь в Конанге. С ним до сих пор можно сфотографироваться, просто он теперь подальше. И за ним кафе. Тоже очень красиво вечером здесь. И скоро снова будет. Будет еще лучше, чем было. Сейчас вот это все победят. Все сделают. Смотрите, какое красивое здание. И вот здесь сыроварня. Итальянская кухня. Они сами варят сыр и... Чезерия называется ресторан. Вот. У них там сыроварня и ресторан. Клуги уже засадили. Супер. Супер. Ну все, жизнь налаживается. Здесь даже по-новому обшили островки с зеленью. Здесь было немножко не так. Сейчас очень красиво. Мне кажется, что было не так. Мне кажется, это все новое. Хотя я могу ошибаться. Я не очень запоминаю какие-то декоративные моменты. Но выглядит все прям очень свежо. Так что еще две недели назад было невозможно сделать красивые кадры. А сейчас все-таки можно будет. Летники уже, видите, выставили все. Скоро будет тепло. Так, ну что. Дальше. Вот такая ситуация. Я туда не пойду. Все. Я по ремонту находилась. Я решила пойти на Черное озеро. Поворачиваю с Баумана направо. И сейчас я пойду в горочку. Я пойду на Черное озеро. Покажу вам, как там красиво. Я пойду на Черное озеро. Покажу вам, как там красиво. Так что даже невозможно их руками разобрать. Но я немножко все-таки согрелась. Шла в гору. Вот оттуда снизу я пошла. И смотрите, где я. Оп. А за моей спиной Кремль. А здесь улица Кремлевская. Она шикарная. Чистая, красивая. Обязательно по ней прогуляйтесь. Здесь очень много также мест, куда можно зайти покушать. Все красиво. Здесь, по-моему, не особо что-то ремонтируют или даже вообще ничего. Но чуть-чуть подальше было место. Вот. А я сейчас никуда не сворачиваюсь с Баумана, повернув направо. Сначала в горочку, а теперь с горочки иду к Черному озеру. Это искусственный водоем. Сантиметров 40, наверное, глубиной там вода. Летом плавают уточки, зимой здесь каток. Вот. И перед зимой полностью сливают. Сейчас перейду. Никого нет. Зимой полностью это озеро сливают. Осень перед зимой сливают. И просто бетонный пол, на котором, ну что накидали, то потом убирают и заливают каток. А я иду. Вот уже все, я напротив озера. Сейчас мне осталось еще немножко спуститься с горочки. И вот за этим забором Черное озеро. Я обожаю это место. В прошлом году оно было одним из моих любимых. Я намеренно сюда приезжала для того, чтобы посидеть, полюбоваться и на воду посмотреть. И вот вечером здесь все красиво тоже подсвечивается. Приятное место. Вот здесь, кстати, музей, городская панорама. Я тут не была. Я все ребенка своего подбиваю. Говорю, давай сходим. Ну что ж, я одна-то пойду. Детям тоже надо, но моему ничего не надо, к сожалению. Здесь уже закончили дорогу делать новую. Видите, асфальт отличается по цвету. Потому что уже все, тут новое покрытие. Осталось его расфертить. Здесь дорога к Кремлю. А вот здесь дорога, вот она же продолжается. В эту сторону. Это дорога к площади свободы, откуда я начала свое путешествие. Вот так, можно сказать, я по кольцу прошлась. И практически все основные достопримечательности я в Анзе села. Ну, до Кремля мы еще не дошли, но дойдем. Вот оно, мое любимое место. Парк Черное озеро. Я не знаю, почему оно называется Черное. По факту, вы видите, это просто обычная вода. А, вот тут вот леточки есть. И вот здесь, кстати, тоже есть неплохой ресторанчик. Сыроварня называется. Там тоже варят сыр. Там была Чезерия на Баумен. А здесь прямо так и называется сыроварня. По-моему, это заведение Аркадия Норикова. Кто знает, это ресторатор. И в Казани есть его заведение. Здесь архитектура вокруг красивая. И вот на этих лестницах с этой стороны есть лестница. И с противоположной тоже есть такая же. И можно сделать очень красивую фотографию. Решила прогуляться до Кремля. Внутренне пойду. Я думаю, что вы без меня посмотрите. Цель этого видео была просто показать, как сейчас в мае выглядит Казань. И как можно буквально за пару часов обойти основные, ну, прям бегом, конечно, достопримечательности. Я надеюсь, что у меня это получилось. Потому что, ну, я реально не очень много потратила времени. Я сейчас на улице Кремлевская. И вон он Кремль. И я иду к нему. И показать еще вам вот эти пути проходы. Куда пойти, откуда выйти, с какого места зайти. Чтобы вы, конечно, можете самим маршрут построить. Но все равно, когда один раз увидел уже, как это можно сделать, то, попав на местность, уже будет проще сориентироваться. Это национальный музей Хериспорта. Начиная от каких-то древних хероскопов до настоящих дней там есть какие-то экспонаты. Ну, в общем-то, мы уже у Кремля Спасская башня. На ней устраивали у нас световые шоу, очень красивые. Я в Инстаграме даже выкладываю. Это у нас мэрия города Казани. Слаги. Руссийские. Казани. Башенки Кремля. Центральный вход. Я туда заходить не буду. Я сейчас поверну и отправлю. Мы с вами сперсимся к дворцу земледельцев. Тоже очень красивое здание. Сюда машины заезжают. Кажется, по-русски. Они все вешают. Они все вешают. Скорее всего нет, потому что зеленые проститы в лесу девушек. Я думаю... я попробую посufficient. Не могу посещать теперь. Просто вы отпустите нас или нет? Скорее всего и нет, потому что здесь шло. В Кремле есть смотровая площадка, с которой открывается вид сверху, но то, что вы сейчас видите, как бы не очень сверху, насколько смогла. Вот видите, да? Мы снова видим чаши. Сейчас я остановлюсь. Поначально мы ее видели в Кутырской бронерской обоценности, в Теке, в Кутырской обоценности, в Кутырске, в Кутырске, в Теке, в Кутырске и в Кутырске. Патролейбис и Селёвла, потому что сегодня обоценности белого цвета. Здесь можно купить Вот это дорога до Чонного озера Это улица Карла Марса Тоже вся в ремонте сейчас Видите, везде Здесь уже выросла трава Человек сидит и не косит Вот это, вы видите, это собор иконы Казанской Божьей Матери Он совершенно недавно открылся На месте разрушенного храма Мы были здесь в 2016 году И там только И там только закладывали Камни под его строительством Не камни, а там просто было даже место Мы видели В общем, те остатки В общем, этого здания, которое было И Сейчас уже Получается, в 2016 Мы были Открыли его Наверное, в 2021 Или в 2022 Даже, наверное, году Уже новый Обновленный Он Большой Красивый Там есть И Маленькая церковь Перед ним И он Такой величественный И все это Видите, да, это все Рядом с Кремлем И с площадки Обзорной Все это Все это видно Все это близко Очень красиво Открывается вид Я с трудом перешла дорогу Потому что Здесь тоже все Ремонтируют И Там На перекрестке Но зато Тут Какая красота Вот Ужайки Зеленые Птички Летают Красивейший дворец землетельцев Пока Нам Открывается На него вид Сбоку Перед ним Сквер А из этого Сквера Есть Лестница Которая ведет На самое начало Кремлевской набережной Набережная Кремлевская Открывается Именно здесь Центральный вход У нее В Кремло Птички поют Как я люблю это время Я Я не воOR И Вот Виднеется Купола И Зайти можно только с улицы Большая Красная Больше Нигде Входа нет Там есть один центральный вход, только через него можно будет зайти. Здесь очень много лавочек. Ну вот летом, к сожалению, на них нет тени. И очень жарко. Есть лавочки с тенью, вот чуть-чуть подальше там в глубине. Ну это красавец. Новец земледельцев. Вечером, когда наступает темнота, включают подсветку. Все здание подсвечивается. И подсвечивается точечно дерево, которое по центру расположено. Оно зеленым становится. Это тоже место притяжения туристов. Красивые фотографии. Я всегда рекомендую, когда вы приходите на Кремлевскую набережную, посмотреть дворец земледельцев. Я рекомендую прийти, посмотреть время захода солнца. Прийти, когда еще светло. Вот так прям спланировать. Пройтись здесь, сделать фотографии при свете дня. Вот такие какие-нибудь. Также на Кремлевской набережной сделать фотографии. И потом уже, когда стемнеет, буквально скоро, да, если вы все хорошо просчитали, когда стемнеет, все это увидеть с подсветкой, с иллюминацией. Очень красиво. И вот, кстати, сзади меня, обратите внимание, вот минареты мечети. Это мечеть Ирек. Мы начали с площади Ирек. А это мечеть Ирек. Свобода. Там тоже очень красиво. Если вы захотите взойти на территорию, то для женщин обязательно нужно, чтобы были закрыты плечи, была юбка. Но внутрь не пустят. Мужчин, не знаю, пускают или нет. Женщин точно только по территории. Я заходила. Но обязательно должны быть прикрыты плечи. Вот. Платок не заставляют надевать. Юбок там нет. Как вот, например, вы в Кремль придете, а там есть специальные платочки, юбочки. И все, в общем, все готово для того, чтобы вы зашли в Кул-Шариф, в Православный собор, чтобы зашли. Но здесь в этой мечети такого нет. Но она белая. Чем-то напоминает мечеть в Болгаре. Очень красивая. Тоже рекомендую до нее дойти. Это буквально здесь и пять минуточек. Даже меньше. Да, еще не сказала вам. Если вы захотите поесть в этом здании, в будни, зайдете вот в эту дверь, справа от дерева, и там опять направо, и попадете в столовую. Это обычная столовая, она ничего не примечательна. Я, кстати, в нее заходила, ела, брала куриную грудку под сыром, пюре и компот. Заплатила 250 рублей. Так что можете тоже попробовать туда зайти и поесть. И, кстати, вот по этой лестнице можно перейти на Кремлевскую набережную. Я осталась немного силой, я решила буквально несколько метров на Кремлевскую набережную. Здесь такой паровозик для детей. Им интересно. Космический темп. Вообще, в таких павильончиках здесь какие-то развлечения и крышки. Косиль сегодня не работает. Вообще, она работает. А не, 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 сейчас, сейчас. Вот я. В туалет. Вот такой есть. Можно туда зайти. А здесь рестораны? В этих павильонах. Неплохо. Здесь рестораны. Делаем медведя себя. Где логика? Ресторан «Богча». Не было. Ничего не могу сказать. Проказ. Да, кстати, здесь можно взять на протаз. Средства передвижения. Не знаю, актуальны, цены или нет. Я думаю, что они... Мир 3 мая. 9 мая здесь будет концертная программа «День Победы. Праздник всей семьи». День сракова, танцевальная студия. Ну, 8 мая зажжение свечей памяти не помню. Вот так вот. Так что все актуально здесь. Здесь, наверное, ничего не ремонтируют, потому что, конечно, не совсем не будет. Ну, по крайней мере, нужно прогуляться. Есть каких-либо проблем. Без шума и пыль. Вот это пространство для того, чтобы как раз здесь ездить на велосипедах, на скейтах, на роботах. Очень удобно, специально открытые. Но, в том числе, он соблюдает. Ездят и по пешеходной части. Здесь, пожалуйста, вот пешеходы едут. А потом удивляются, почему же их сбивают. И вон, в самокатах, сколько стоит. Должны взять самокат и прокат. Самокат и прокат. Здесь едина азиатская кухня. Ну, я здесь не была. Вот там есть еще наверху веранду. И летом все нужно бронировать заранее. Сейчас, не знаю, даже открытые они или нет. Такой холод, ветер. Вот, кстати, река. Так нет, всегда ветерок. Это на чашу. И здесь лоси и белый медведь. Какая-то фишка. Что-то интересно, почему здесь медведи. Стреляют. Весной. Еще одна карусель, конечно, не работает. Пышечная. Вот здесь были вкусные очень пышки. Не знаю, вот тут нет. Раньше были очень вкусные. Все. Ну что, я вышла с набережной. Вот здесь, кстати, въезд в парковку. Набережная за мной. Платная парковка. Можно оставить машину. И спокойно. Я прогулялась по городу вместе с вами. Если было полезно, поставьте лайк. Вам бесплатно. Мне приятно. Ну и также хочу сказать, что на моем канале бывает, выходят видео про Казань в разное время. Ну что, наше с вами путешествие подошло к концу. Я иду на автобус. Обычно я передвигаюсь по городу на машине. Но когда я выхожу гулять, я делаю это на общественном транспорте. Потому что я не знаю, куда меня занесет. А когда ты оставляешь машину, мне придется к ней возвращаться. И если вы вышли на пешую прогулку, то я вам рекомендую делать то же самое. Оставить машину там, где она стоит. И прогуляться везде пешком. Чтобы потом не мотать километры до своей машины. Что еще хочу сказать. На моем канале периодически бывают видео о Казани. Не так часто, но все же бывает. Если интересно, подпишитесь. А также много интересной информации на канале. И он в основном посвящен моему роду деятельности. Сотрудничеству с компанией Фаберлик. Если вы подпишетесь и посмотрите еще пару видео, вы узнаете, насколько интересная продукция, высококачественная. Я рассказываю в видео о том, как я пользуюсь, что покупаю, какие получаю результаты. Поэтому оставайтесь на моем канале. Подпишитесь. Я буду очень рада всем своим новым зрителям. Буду рада увидеться с вами в комментариях. Если что-то было интересное, что-то хочется еще посмотреть, чтобы я сняла, напишите. А я, конечно, постараюсь еще раз прогуляться и исполнить ваши пожелания. На этом все. С вами была Марина Соловьева. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok